И за дня в день Стурдовка живет буднями, с заботами и работой. Но время быстротечное. И все, что когда-то казалось далеким в будущее, стало настоящим. А завтра уже будет прошлое. То есть истории нашего села. В наш 21 век, век прогресса, мы решили все запечатлеть в реальном времени. Снять документальный фильм о нашей Стурдовке. Все, что нам близко, чем живем и дорожим, о чем мечтаем. Наши потомки могли познавать историю села не только по книгам и рассказам, а увидеть и услышать через фильм. Надеемся, что это только начало документальной эпопеи. И наши внуки и правнуки в будущем приумножат и пополнят историю нашего села. А пока расстоящее. Предлагаю вам просмотр собранного по крупицам документального фильма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Казались старі люди так Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хто буде молодий хлопець, чи старий дід, чи дівчина, чи мале дитя, хай будуть щасливі всі, хто буде жити та хай з'ювати. Оце його слова, і так вони і сполняються. Хто би сюди не прийшов, тому везе. І хати построїли, і внуки, і правнуки тут ростуть, і село, дивіться, яке велике і порядне. Оце і є легенда струдовки. Удобне расположення містності, плодороді і почв і хороші кліматичні услови привлекли струдовки поселенців задолго до появлення современного населенного пункта. Данные археологических разведок свидетельствуют о том, що на місці нынешній струдовки люди жили ще більше пяти тисяч лет назад. Земля таїть ще багато загадок і тайн, які обязательно будуть розкрыти. Весь струдовчане любят свою землю, ценят і дорожат историей своєго села. На місці, де сьогодні знаходиться Струдовка і на прилегаючих к сілу територіях люди жили дуже давно, з незапамятних времен. Об цьому свидетельствують археологічні пам'ятники, обнарученні здесь ученими. Отмечається, що на правому берегу Лощини, у южной окраини села Струдовка, напротив животновоческих ферм, найдены остатки трипольського поселения. Собрана керамика с углубленным і расписним орнаментом. Частично поселение уничтожено плантажной вспашкой. Каких-либо разногласий или противоречий по поводу времени основания Струдовки не встречается. Годом основания села считается 1852 год. Эта дата упоминается в официальном статистическом источнике, изданном в городе Кишинев в 1923 году. Этот же год фигурирует в Молдавской советской энциклопедии. Она же упоминается в Молдавском энциклопедическом словаре. В 1852 год назван и в письме на имя примара села Струдовки Бориса Ивановича Прозоровского из Национального архива Республики Молдова за подписью заместителя директора доктора Сильвию Табак. Статистический сборник 1923 года называет основателем Струдовки князя Дмитрия Стурзу. В этой же публикации упоминается Дмитрий Стурзу 1817-1908 годы, являющийся сыном господаря Молдовы Михаила Стурзе-воевода. Можем утверждать, что стурзовку основал князь Дмитрий Михайлович Стурзе, род которого восходил киреку Стурзе, Батинскому паркалабу, жившему в XVII веке. Первые поселенцы обещали князю Дмитрию назвать село его именем. И сделали это. Во всех доступных нам сегодня документах, начиная с 1869 года и вплоть до 1917 года, этот населенный пункт упоминается под названием Стурзовка. С течением времени буква Д из названия села выпала. Каковы были основания для изменения наименования села, нам выяснить не удалось. Попытки переименовать село по воспоминаниям старожилов были предприняты в 1970-е годы. В цели даже было организовано собрание жителей, но жители воспротивились. Наши деды-прадеды обещали князю Стурзе, а вы нас подбиваете нарушить слово дедов. Вам все равно, а нам не все равно. Отстояли. Стурзовке уже 163 года. И кому-то в голову опять пришлось переименовать в Стурзешт. Вновь начались поиски старых документов. Доказали. Стурзовка. Доказали. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В первые годы переселенцам пришлось преодолеть немало трудностей и перенести немало неудобств. Прибывшие семьи получили по наделу 9 десятин поля, около 10 гектаров. Из них многие были в состоянии обрабатывать лишь по одной. Остальная земля использовалась под пастбище. Обилие пастбищ позволило стурзовчанам успешно разводить скот и за короткий срок вывести селение в число зажиточных. Крестьяне коллективно строили дома из жердей, обмазанной глиной, покрывали соломой или камышом. Совместно строить дом было легче, да и времени на это уходило гораздо меньше. Традиция коллективного строительства домов, колодцев, а также придения шерсти издавна известна в нашем крае. В то время жители села носили домотканную одежду. Поначалу было лишь самое необходимое. Постепенно, обживаясь, люди обрастали хозяйством. Трудом и заботами стурзовчан на протяжении десятилетий росло и хорошело село. По сведениям 1904 года, здесь насчитывалось 327 домов с населением 2735 душ. Крестьянам принадлежало 2795 десятин земли. С Турзы принадлежало 18650 десятин. Село быстро росло. К 1923 году здесь было 1142 хозяйства. 480 две паровые мельницы, были три школы, детский сад, церковь, пост жандармов, почта, примария и три корчмы. Наряду с ведением сельского хозяйства, которым было занято подавляющееся большинство жителей из Турзовка, в селе постепенно развивается сфера обслуживания, без которой была невозможна жизнь крестьянина. В 1928 году здесь функционировали паровые мельницы, мельницы, приводимые в движение мотором. Работали кузницы, столеры, сапожники и портные. Субтитры создавал DimaTorzok Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, Там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, Ведь они не в формате каналов и не пишут про них интернет. Их совсем вроде как бы и нет, они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Выпил Ц2H5OH, сел на Ниву. Здравствуйте, Иван Семенович. Здравствуйте. Расскажите мне о себе и о ваших рабочих годах сельского колхоза. Ну, я начинал свою работу в 1965 году бригадиром. В то время колхоз был имени Чапаева, председателем Горанчук Михаил Порфейнич. Зампредседателя был УНГ Григорий Зинович. Оба уже покойные. В то время хозяйство было большое, бригады были большие, где-то по 150-170 человек. Работы было много, механизаторов было много, колхозников много было. Каждое звено было где-то 50 человек, 60. А в бригаде было по 3, даже по 4 звена. Каждая бригада была своя тракторная бригада. Там уходила полеводческая и табаководческая. Конечно, были успехи, были недостатки. Но в основном-то люди в то время работали очень хорошо и сплоченно. Не было так, что я хочу идти. Хочу не идти. В то время никто не ездил за границей на работу, допустим, в Москву, в другие страны. А все работали в колхозе. И всем была работа. И всем была достойная зарплата. Зарплата, ну какая-то в то время, конечно, рубли. Рубль, конечно, был в то время дорогой. Ну, зарабатывали. По тысячу, по тысячу двести рублей. А то и меньше. Но в основном давали что? Давали продукцию на зарабатанные рубли. В то время, конечно, дешево было пшеница была. Двадцать копеек. Ну и хлеб был дешевый. Ну, а потом с годами пошло, конечно, по-другому уже. Уже началось. Я проработал там по львовской бригаде. Тридцать лет. Конечно, были успехи, недостатки. За этих тридцать лет я получил три ордена и медаль. Орден Ленина, Октябрьской революции и знак почёта. И медаль за трудовую доблесть. Ну, уже потом, после девяносто пятого года, я уже работал в садоводческой бригаде по настоящее время. Тоже самое. Работа. Было 250 гектаров сада. Когда начинала работа. А сейчас уже под конец осталось 40 гектаров. Уже всё. Уже сады пошли на раскорчевку. Уже фрукты найдут. Уже, ну, нет той цены, что было раньше. Нет тех покупателей. Россия не берёт. Скажите нам о колхозе имени Чапаева. Ну, колхоз Чапаева тоже. Организация была на Пахахае. Где было много, менялось председателем. Был председателем и Пушкаш Василий Иванович. После Пушкаша был Михалатей. После Михалатя – Борис Иванович Прозоровский. Тоже хороший руководитель был. В общем, наладилась работа неплохо. Продукцию получали хорошую. И урожайность, и зерновых. И из пекли получали люди по 12 мешков сахара получали во время работы при Борисе Ивановиче Прозоровскому. И продукцию эти. Яблоки были хорошим урожайом по 20-30 сантиметров с гектара. Пшеницу тоже получали до 5 тонн гектара. Кукурузу, пацану тоже получали неплохой урожай. Где люди, конечно, получали премии, премиальные. Получали премиальные и надеялись на то, что, в общем, хозяйство и хозяева хозяйства были на своем месте и не обманывали людей, платили деньги своевременно. Были, конечно, и недостатки, но они постепенно ликвидировались. Во время работы все бывает. Как люди работали в то время в колхозе имени Чапаева? Люди работали, у них не было, что вот хочу иду на работу, хочу не иду на работу. Все хотели на работу. Были, конечно, в то время было, и в Бельсик много ходили на работу. Ну, влагали все силы для того, чтобы люди работали. Все заинтересовывало людей, и люди работали в колхозе Чапаева. Работали неплохо и получали неплохо. А я, чтобы все вместе хорошо и дружный, дружный был народ. Так что вот нельзя было сказать, что плохо или что хорошо было. Подскажите что-нибудь о работе и о рабочих. Ну, рабочих хорошо работали. В то время, если взять колхоз Чапаева, спокойно была Лукаша и Лена Васильевна, она тоже хорошо работала, она получила тоже орден, даже не помню, и хорошо зарабатывала. Постоянно первое место держала. Та и другие звеневые были. Скрипник Василий Иванович Покойный тоже хорошо работал. З звеневыми и так работал уже и в Садовольской бригаде, и заправщиком. Многие, много можно перечислять. И ездовые хорошо работали. Черный Дерзий. Потом механизаторы хорошо работали. Максименко Николаев. Сейчас уже в бригаде работают неплохо. Пилат Александр, Кушнир Иван Иванович. Ну, Косерик Василий тоже в Садовольской бригаде сейчас работает. Тоже хорошо заправщиком. Ну, можно переснять. Всех. Все неплохо работали. Расскажите нам что-нибудь о тракторе Универсиал У-2. Ну, трактор Универсиал У-2, это был первый из первых в колхозе. Он, конечно, был в первой бригаде. И потом у трактора были эти Начки. Начки назывался. Начки, тесимся, что и старые, хорошо. Ну, этот трактор, он начинал, какая его работа. Ну, обработка почвы основана в сахарную циклу. В сахарную циклу. Ну, что, все, междурядную обработку. Потом у Копал. Были такие, первен назывался, три лапы. И он идет, подкапывал. Потом идут люди, собирают на куче, чистят. И потом были погрузчики тоже. Вот эти, как на НТЗ-2, да, в то время были. Эти белорусы без кабин. И погрузчики грузят. Ну, надо было много там труда улаживать, потому что надо все, всю циклу бросать в погрузчики. Он не брался. Бросать. И про транспортера уже на машину грузил. Машины, конечно, туда мало габарит не было. Ну, по две тонны, по две с половиной, не больше. А трактор токов. Трактором, по-моему, он работал этот. Баскал Иван Георгиевич. И, по-моему, мельник Василий Георгиевич. Вот, да. На этом тракторе. Ну, короче говоря, он потом уже взял и сделали с него постамент, памятник. Так он до настоящего времени. Сколько тракторов было выделено на нашу силу? Да, в то время тракторов мало было. Ну, трактора работали сутками. Они с бороздой там или пашей, или что он делает. Комбайны были эти прицепные. Трактор тянет комбайна. И комбайн подбирает пшеницу, молотку. Вот так еще. Еще это было. Я захватил еще. На бригадах не только были лошади. Не было чем возить. Не кукурузы, а были эти, беки. Беками. Еще 65-й год, 6-й. Еще были. Потом уже. Ну, добавь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основным видом деятельности стурзовчан является сельское хозяйство. На территории села существует 12 организаций с ограниченной ответственностью, которые возглавляются 12 экономическими агентами. Они культивируют зерновые, бобовые, садовые культуры. Также развито животноводство. Выращивается птица, крупнорогатый скот, свиноводство и кролиководство. Одним из лидеров является Густой Василий Васильевич, директор фирмы Prolecom Nord. Сиреле Мэрул Стурс Агро, учредителем которого является Плешко Иван Иванович. Хозяйство располагает землей площадью 6,5 гектаров, на которой произрастают плодовые культуры, преимущественно яблоки. Мэрул Стурс Агро Скажите нам, пожалуйста, сколько Вы занимаетесь Вашей деятельностью на сегодняшний день? Здравствуйте. Деятельностью я занимаюсь с 1985 года. По окончанию Братушанского технического техникума сначала. Работал до армии на молочном комплексе с зоотехником-селекционером. Два месяца потом ушел в армию. По прибытии с армии я уже поступил на агрономический факультет, так как работы не было в животноводстве. И по окончанию института с 1992 года, по сегодняшний день, я занимаюсь сельским хозяйством в селе Скрузовка. Начал работу по окончанию института с бригадира садоводческой бригады. И уже работал на должностях бригадира, начальника участка, главного агронома и сейчас руководителем предприятия. Хозяйство имеет наши 750 гектаров пашни, 77 гектаров сада. Выращиваем мы в основном зерновые первые группы, второй группы, яблоки. Сейчас в последнее время с яблоками немного была напряженка, не было реализации. Но в этом году наряду будут перспективы по реализации яблок. А так, в этом году у нас год очень тяжелый за счет засухи. Коллектив у нас насчитывает 58 человек. У нас 10 специалистов работают, 3 с высшим образованием, остальные со среднеспециальным образованием. Зарплата у нас составляет в среднем по хозяйству не менее 3 тысяч лей среднемесячная. Есть которые, механизаторы имеют 10-12 тысяч за месяц. Есть которые имеют и 16 тысяч, а есть которые имеют полторы тысячи, тысячу восемьсот. Расчет по зарплате у нас мы проводим ежемесячно. Самая большая задержка может быть где-то на месяц, в зависимости от реализации продукции. Спасибо. 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 Здравствуйте, Александр Яковлевич. Сколько лет вы занимаетесь сельским хозяйством? Скажите нам, пожалуйста. Занимаюсь сельским хозяйством 10 лет. На данный момент хозяйство называется Кушкар-Магра, Кушкар-Магра, который стоит 25 литров от земли. Выращиваем пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Сад есть яблони. Ну, что мы сказать по поводу сельского хозяйства. Тяжело в этом году, потому что завтра. Но, тем не менее, убрали пшеницу. Неплохой урожай, несмотря на погодные условия. Ожидаем урожай подсолнечника наполовину от прошлого года. Дай бог, чтобы был он хотя бы так. Кукурузы вообще плохо. Очень засушенный год. Ну, в этом году так будет лучше. Надо работать, развиваться. Я знаю, какие вопросы интересуются вообще. Как вы рассчитываетесь с людьми? С людьми рассчитываю, согласно договору, согласно закону. Пшеница, подсолнечников, грузов, сахар. Так как все лидеры дают остальные, так и мы стараемся. Есть сумма, которая указана в договоре. Вот, на ту сумму мы обязаны выдать людям, согласно договору, продукцию. Кто хочет, берет в денежном выражении. Это тоже не противоречит договору. Спасибо вам. До 1998 года больница работала как участковая на 35 коек. С 1998 года больница была закрыта и сформирован в цель здоровья с 10 койками дневного стационара. А с 1 апреля 2019 года Суджевский центр здоровья автономный. Работают 3 врача семейные. 1 врач-стоматолог Гросс Евгений Константинович. 10 медицинских сестер. Фельдшер-лаборант. Медсестра физических кабинета. Суджевский центр здоровья. Суджевский центр здоровья. Индивидуальное предприятие Рошан Людмила создано на базе бывшей государственной аптеки и занимается фармацевтической деятельностью. Основала аптеку с Турзовки в 1952 году фармацевт по имени Галина. А фамилию ее здесь не помнят. Проработала она около года и аптеку передала Людмиле Павловне Брунецкой. Стажу которой в этой аптеке 42 года. С 1953 по 1995. Аптеку у нее принял Виктор Нафорница, а у Виктора Людмила Рошан. Как и положено, здесь образцовая чистота, порядок. Пациенты находят необходимые им лекарства, получают квалифицированные советы. Стурзовский участок государственного предприятия Молтелеком обслуживает электронными средствами связи абонентов сел Стурзовка, Садовые и Фондуре Веки. Автоматическая телефонная станция на 1536 номеров вступила в эксплуатацию в 1992 году. Здание построено в 1990 году. Коллектив связистов с отнеобразования участка возглавлял инженер электросвязи Сергей Васильевич Кимчин. В селе Стурзовка был открыт центр Вита. Он был открыт в 2012 году, 29 июня. В центре Вита работают 10 работников. Работа центра заключается в временной защите детей, пожилых людей и инвалидов, оказавшихся в трудной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Документов о строительстве Святоуспенской церкви не сохранилось, но в 1904 году упоминается о том, что в селе имеется церковь, построенная в 1872 году. По-видимому, в 1870-1872 году и были периодом строительства и начала работы храма. Церковь у Субтитры создавал DimaTorzok До этих пор жители села Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1886 году пришел священник Георгий Сербов, который прослужил до 1906 года. В этом году был назначен Григорий Торнужутский. Он прослужил до 1918 года. И когда пришел молодой священник Михаил Муросов, еще до сих пор некоторые старожили помнят именно этого священника. Он пришел довольно молодым, образованным, очень деятельным был. И многие помнят те добрые и благодарительные дела благодаря этому священнику, которые совершались именно в нашем храме. До сих пор есть архивы церкви, сохранились не все, но часть из них. С 1886 года по 1909 год сохранился архив, в котором «Исповедальные ведомости» книжка называется. Описано подробно количество жителей, служащих, число причащающихся людей, врачующихся или получивших венчание крещающихся людей. Молее подробные сведения им написаны и были подписаны в тот период для меня. Михаил Муросов прослужил до 1944 года. После оккупации румынских и русских войск Молдовы тут были перемены. Стабильности в послевоенное время не сильно было должное и достойное. И за этот период времени до 1959 года послужил Василий Харченко и румнах Анастас Нигара и еще несколько священнослужителей, которые служили в короткий период времени. В 1959 году церковь была накрыта. 30 лет храм не действовал. По инициативе верующих православных христиан и обращения к властям дали разрешение на открытие храма. И вот в 1989 году храм был открыт. Благодаря жителям, при активном участии их, храм быстро отремонтировали, отреставрировали. И первым священником в 1990 году был назначен Василий Смоляк. Он прослужил всего лишь несколько месяцев. После него в 1990 году был назначен Ереманок Петерим Руссу. Он также прослужил год. В 1991 по 1992 год служил Сергий Буйсхо. С 1992 по 1993 год Георгий Постанюк. С 1993 года по настоящее время служит притерий Виктор Гуляк, выраженец Семна Стурзорта. Начиная с 1993 года по сегодняшний день в храме были проведены ремонты и обновления храма. Полная роспись церкви внутренней была совершена и расписана храмом. Расписывали художники Стурзорские, житарь Борис, житарь Иоанн и именно еще несколько помощников. В течение этого периода времени храм постоянно преображался. Были установлены отопления, приобретены новые колокола. храма, пожертвовал на это человек, житель Сема Стурзорка. Кроме того, приобретены кресты Новые Евангелия. И в 1995 году храм был освящен. На освящение приехал собором священных служителей митрополит Владимир. После этого в 2013 году был, благодаря пожертвованию жителей Сема Стазоков, славянный Новый Евангелий Сема Стазоков. Церковь была оплотана основой для духовного возрождения, духовного укрепления в жизни человека. Это то место, где человек беседует с Богом, где человек именно приходит в покаянные чувства и состояние, просит прощения за свои грехи, примирается, исповедуется и причащается. Это то место, где с первых минут рождения ребенка мама бежит в храм с благодарностью и чтением молитв на укрепление, на покрове, на помощь Божьей. Это то место, где младенцы во время крещения вручаются в покров в руки Божьей. Это то место, где жених и невеста приходят и берут благословение Божье. Это то место, где в течение целой жизни человек, очень часто приходя в храм, имеет общение, беседу с Богом. Это то место, где после них в путь, уходя сюда, люди прощаются, и после прощения именно человек телом уходит в землю, откуда был взят, а душа предстоит перед Богом. И до сих пор храм в честь успения Божьей Матери, в церкви села Стурзака служит основой, опытой и поддержкой в духовном становлении, в духовном возрастании жизни человека. Помоги, Боже, только ты сможешь Однажды я ушла за родной порог, выйти на одну. Помоги, Боже, только ты сможешь Одного птиц в дом найти, некуда деться, свежий ветер в сердце. Боже, только ты сможешь Как земля, чужая сторона, чуть обжитый угол... Здравствуйте! Немного расскажите о полместной церкви села Стурзак. Наша церковь, евангельских христиан-баптистов, начало существования 1922 года. Один брат из Румынии приехал, там служил, и принес оттуда единственное Евангелие на село. Люди собирались вместе, читали Евангелие, и так образовалась церковь села Стурзака. С тех пор и до настоящего времени церковь села Стурзака существует, и до тех пор, пока Господь не придет за Своей церковью и возьмет ее от этой земли. Было время натиску на нашу церковь, когда церковь закрыли. С 1939 по 1945 год церковь была закрыта, и в нашей церкви у евангельских христиан-баптистов было зерносклад, а потом даже и здесь раненые находились после войны, и впоследствии все-таки наш молитвенный дом был открыт, и началось служение в церкви нашей. В 1981 году по 1983 церковь реконструировалась молитвенный дом, и слава Богу, с тех пор, в настоящее время, в церкви народ более собирается и прославляет Господа. На сегодняшний день в церкви нашей находится более 150 членов церкви. Господь помогает своей церкви идти за Господом и преодолевает все трудности, и будет то время, когда Господь придет и возьмет Свою церковь от этой земли. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, Знаешь, как приятно узнавать Божьей любви знакомый почек. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже в птичьих песнях Слышно столько горестной тоски О нетленной красоте небесной Скоро скажем мы тебе прощай И свершится вмиг переселенье Ох, земля, наш временный причал Чуть обжитый уголок вселенной Скоро скажем мы тебе прощай И свершится вмиг переселенье Ох, земля, наш временный причал Чуть обжитый уголок вселенной О другом Отечестве узнав Мы идем к нему без сожаленья Ох, земля, наш любимый Одна, одна дорога тихим светом Одна, одна дорога тихим светом Легла сквозь брак земного бытия Там Христос ко мне взывает дед Иди ко мне давно, я жду тебя За мир, за мир, за мир Уплощена высокая цена Христом, Христом, Христом Здорован нам прекрасный светлый дом Со Христом Снимает он томительное время Без плотных целей и пустых трудов Ты мир найдешь и благостное время Познаешь жизнь с избытком и любовь За мир, за мир, за мир Уплощена высокая цена Христом, Христом, Христом Здорован нам прекрасный светлый дом За Христом За мир, за мир, за мир Уплощена высокая цена Христом, Христом, Христом Здорован нам прекрасный светлый дом За мир, за мир, за мир Уплощена высокая цена Христом, Христом, Христом Здорован нам прекрасный светлый дом За Христом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok